Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро! Доброе утро! Почему ты меня не разбудил? Ну, ты так сладко спала? Сегодня нельзя опаздывать! Объявят руководителя следственной группы! Ну, как раз будущий руководитель должен хорошо питаться! Я надеюсь, что он сыт! Очень сомневаюсь, что на громкий сиренник назначат следователя в юбке! Ну, значит, садись! Целую! Целую! Лика! Лик! Не забывай, у нас сегодня голд-Айти! Ну, премия за лучший софт года! В общем, не обращай внимания! Начало в 19.00, форма одежды вечерней! Не опаздывай, просто! А ты победишь? Ну, да! Вот поэтому я тебе люблю! Привет! Привет, лучшему айтишнику года! Привет! Не завидуем, на следующий год тебя выдвинем! Глеб, подожди меня! Подбежал! Лик, ты какое платье под светом уберешь? Я думаю, или зеленое, или золотое! У меня золотое короткое, зеленое! Танюш, ты сама как золотая! Извини, я просто опаздываю! Глеб, зеленое, точно! Спасибо! Из Красногорска прислали висяк! Задушен подросток коррекционного интерната! Дело придержали, думали на кого-то из своих, из пациентов! Но зачем местным психам переодевать парня перед убийством? Я нашла ресторатора, утопленный! И не поверишь, тоже в очень интересном костюме! Получается... У нас не просто серия! У нас ритуальный маньяк! О ритуале позволяет говорить хронология и способ совершения преступлений! Самая последняя жертва Красильщикова, экоактивистка! Боролась с химзаводом в Капотне, 20 дней назад была найдена неподалеку на территории промзоны! Отравлена химическими реагентами, переодета в белый комбинезон! Еще тремя неделями ранее судебный пристав Приходько, забит до смерти булыжником! Тело было обнаружено в лесопарке Видного, также переодет в белый комбинезон! Еще жертва трехмесячной давности, Мила Антоненко, ведущая блога о сексуальном просвещении, задохнулась выхлопными газами в собственном автомобиле на тупиковом отрезке дороги в Щелково! Переодета! Около двух месяцев назад был найден ресторатор Вележев! Был утоплен в Москве-реке, неподалеку от своего Рублевского дома! Зарегистрировано как самоубийство, но согласитесь, странно, что успешный бизнесмен, перед тем, как утопиться, облачается в белый комбинезон! Подожди, Беседина! Я не понял, это что получается? У нас утром было три дела, которые мы хотели объединить в одно, а теперь четыре? Пять! Учитывая утреннее открытие следователя Никонова. Самое давнее убийство, из тех, по крайней мере, что нам известны, задушен 15-летний Иван Симонов, душевно больной из интерната в Малаховке, также переодет в белый комбинезон и также, как у всех случаев, имеет неестественную позу трупа. Да, почти все трупы объединяют причудливые позы. Например, экоактивистку Красильщикова убийца запихнул в бочку вниз головой. Самостоятельно убитые не могли бы принять подобную позу. При этом у троих в крови обнаружен психотропный препарат на базе... На базе... На базе метилфенедата или риталина, стимулятора ЦНС, одновременно притупляющего двигательную активность. Это сложноопределимое соединение, не входящее в типовой набор экспертизы. Что касается времени преступления, то сначала он выдерживал около месяца, затем промежуток сократился до трех недель. Из чего я делаю вывод, что следующее убийство будет совершено на днях. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, скорее всего, мы ищем славянина. От тридцати до сорока. Да, это так называемый миссионер-властолюбец. Считает себя исключительным. Интеллект выше среднего, хороший достаток. Может быть, примерным семянином и успешным специалистом. Я могу предположить, предположить, что его расстройство родом из детства. Скорее всего, он из нестабильной семьи. Но поймите, психопаты такого рода могут казаться нормальными и часто даже обаятельными. Почему он убивает, можете сказать? Полагаю, ваша коллега права. Есть некий принцип, ну, церемониал, если хотите. Возможно, он маниакально доказывает что-то кому-то, оставляя незаметные на первый взгляд систематические послания. Послание. Обратите внимание на любые детали. Даже если они не кажутся на первый взгляд полезными для следствия. Попробуйте понять систему. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, 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 ну давайте поговорим! Да, дело резонансное. Я думаю, что к нему будет очень нездоровый интерес у прессы. Поэтому раскрыть его надо в кратчайшие сроки. Руководителем группы назначаю майора Беседину. Она определит план действий на ближайшие дни. А в конце недели, в пятницу, подведем итоги. Действуйте! Коллеги, задача оперативного отдела перепроверить данные по трем убийствам. Блогерша, пристав, экоактивистка. Ресторатор и подростка из интерната мы берем с Никоновым на себя. Смотрим камеры, ищем засветившиеся машины, перепроверяем всех свидетелей. Внимательно, подробно изучаем всех убитых. Также отдельно заказываем экспертизу по комбинезонам. Нужно уточнить, одна ли это партия, где такие продаются. И самое главное, заново ищем биологические следы преступника. Словом, все в штатном режиме до новых вводных. Всем спасибо. Спасибо. Да. Алло. Работаем? Нет, я не забыла про премию. Конечно, только... Я так и знал. Не успеешь переодеться, да? Ну да. Скорее всего, уже не успею домой заскочить. Чуть-чуть могу опоздать. Я пообещала твоему отцу заехать, проведать его. Ну давай я сам. У меня есть немного времени. Да нет. Он же меня ждет. Хотел что-то показать. Наверное, свое новое творение. Расстроит тебя, если его главный фанат не явится. Ты же знаешь, как он чувствительный? Я знаю, что ты у меня ангел, а ангелу нужно достойное оперение. Поэтому сейчас заскочу в магазин и прихвачу тебе что-нибудь. Будешь подъезжать, звони. Не надо. Зачем? Я нормально выгляжу. Ты совсем меня уже исполовал. Ну, баловство будет после вечеринки. Меня назначили старшим следователем на крупный серийник. Ух ты! Ну я поздравляю тебя. И даже, наверное, опасаюсь. Ты же у меня теперь крутая. Да. Любимая, все, отбой. Поехал, заплатим. Целую. А если эксперт прав, что если какие-то детали кажутся ерундой по отдельности, но важны в системе? Особые послания. Думаешь, убийца с нами переписывается? А, извини, с тобой. Ты же теперь у нас главная. Паша, это не спортивное соревнование. Это наше общее дело. Совершенно не важно, кто им официально руководит. Ты что, правда думаешь, что я рада получить пять висиков? Ладно. Вот, смотри. Машина убитой блогерши Антоненко. Видишь? Вижу, что она не помыла машину перед смертью. Да. И на грязном зеркале два крестика. И три палочки. Что это? Я считаю, что это римские цифры двадцать три. Нет системы. Хорошо. Пристав, забитый булыжником. Рядом с ним палочка, листик, листик. Лика, это лес. Там все так валяется. Нет. Посмотри, они выложены специально. Палочка, листик, листик, палочка, палочка, листик. Это сто. Сто одиннадцать ноль. Если переводить из двоичного кода, получается семьдесят восемь. Это бред какой-то, Лика. Бред. Какие листики, какие палочки. Это твой муж, программист, на тебя так влияет, что тебе везде двоичный код мерещится. Причем тут моя личная жизнь. А раньше была наша. И на работе, и в остальном. А сейчас, конечно, только твоя. Ты лихо так все взяла и поделила. Ой, Паш, я давно уже поделила. Я уже давно поделила, когда ты на каждую мою профессиональную удачу реагировал так, как будто это для тебя личное оскорбление. Да, ты мне в глаза не говорил, что женщина следователем быть не может. Ну, ты ж так считал? Ну, признайся. Ты действительно другая стала. И да, я считаю, что ты не способна сейчас руководить следствием. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Спасибо, спасибо. Ну, давай, не томи старика. Рассказывай, какие новости? Чем дышишь? На работе завал, а дома все спокойно. Леня создает идиллию, старается. Передает вам привет. Спасибо, это славно. У вас пополнение в коллекции? Знаешь, несколько дней назад купили сразу три моих куклы. Ну, вот и осиротил как-то мой домашний театр. Вот и решил восполнить коллекцию. Очень завораживает. Если бы не это мое хобби, я, наверное, давно бы умер. Только оно и поддерживает меня. Как будто бы не прерывается связь времен. Как будто бы шумит наш кукольный театр. И Верочка еще жива. Как будто во всем этом есть смысл. Иван Алексеевич, мы с вами всегда, и Леня, и я. Ты самое лучшее, что есть в нашей семье. Фирменный чай мой. Иван Алексеевич, а можно я тоже выберу куклу и куплю ее для себя? О, нет-нет-нет. Все эти работы, они недостойны тебя. А, если ты позволишь, я сделаю для тебя что-то особенное. Так сказать, лучшая моя работа для лучшей девушки. Я буду гордиться. Спасибо. У вас столько всего нового. Я как будто в первый раз. Ой, а это что такое? Это тоже ваше представление? А, это Леня. Леня говорит, что для моих работ, ну, для фотографий, нужен какой-то фон, орнамент. Ну, вот. Я ей, когда была бессонница, сотворил это ночное небо. Иван Алексеевич, это просто потрясающе. Да нет, ну, не хвали. Ну, это просто геометрические расчеты. Никакого вдохновения. Отдельно, сами по себе, это просто набор линий, фигур. Ты даже не представляешь, сколько в этом мире подчинено геометрии. Мне жаль, но я сейчас не могу говорить. Оставьте сообщение после сигнала. Спасибо. Прости, прости. Я знаю, что ты меня ждешь. Я опоздываю по-свински. Буду через полчаса. Прости, прости, прости. Прости, прости. Маршрут построен. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети? Я скажусь, что ты не приехала. Плевала я на эти призы. Я тебя очень прошу, позвони и скажи, что у тебя все в порядке. Я очень волнуюсь. Мы все волнуемся. Лика, позвони. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети? Лика, позвони, пожалуйста, домой. Позвони мне. Я тебя очень прошу. Привет. Лика. Вы кто? Где я? Это я, Лика. Милая моя, ты чего? Лика. Не трогайте меня, пожалуйста, кто вы. Все-все-все. Хорошо. Я тебе сейчас объясню все. Лика, у тебя травма головы была три недели назад. Потом ты была в коме и пришла в себя. Ну, иди сюда. Дед, пожалуйста, уберите руки. Уберите руки. Помогите. Лика, я Леня. Я вас не знаю, пожалуйста, не трогайте меня. Лика, я Леня, твой муж. Я не знаю. Лика, я Леня, я твой муж. Лика, я Леня, я твой муж. Лика, ты меня не помнишь? Лика, 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 все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Мы сейчас с вашим мужем поговорим наедине. Все хорошо. Я ничего не понимаю. Все хорошо. Лика. Я не понимаю. Леонид, ну что же вы опять за свое? Ну, я же много раз предупреждала. Первые минуты, самые важные, самые ответственные. Главное, не навредить. Да, это будет происходить каждый день. Да, она будет вас пугаться. Да, ей придется снова и снова начинать с чистого листа. А как это возможно? Как это возможно? Вы мне сказали, что у нее амнезия. И этот факт нужно принять. Я принял. Как я буду ей объяснить каждый день заново, кто я такой? Вчера, сегодня, завтра, через… Как чужой человек какой-то. Да что вы. Вы наоборот, для нее сейчас самый близкий человек. На вас большая ответственность. От вас зависит, как она вообще будет воспринимать мир. Давайте проговорим еще раз все. Угу. Угу. Значит, в памяти Лики удерживаются события текущего дня. В полночь они обнуляются. Она просто не помнит, что вы приходили к ней вчера, а завтра она забудет, что вы были у нее сегодня. Но это не значит, что она не испытывает к вам чувств. Ваша задача максимально бережно помогать ей восстанавливать пазл. Это просто… Жизнь какая-то и негра. Абсурд какой-то. Я считаю, что пришло время для шоковой терапии. Я выписываю Лику и отправляю ее домой. Как выписываете? Как мы будем дома… Да перестаньте, перестаньте. Я не смогу, я… Вы справитесь абсолютно точно. Знакомая обстановка, коллеги, друзья, любимые вещи Лики окажут на Лику положительный эффект. Ваша задача – быть с Ликой максимально честным. Потому что ее состояние открывает широкое поле для интерпретации семейной жизни. Вам предстоит большая работа. Вы будете писать дневник. Оставлять себе памятки. Кто вы? Что и как вам нужно делать? Будете фотографировать важные места, где часто бываете. Магазин, банк, парикмахерскую. Людей, с которыми общаетесь. Делать подписи, как зовут соседа или даже собаку. Всех, с кем вступаете в ситуационные отношения. Вы обязательно что-нибудь пропустите, забудете, потеряете. Невозможно записать и запомнить абсолютно все, находясь даже в обычном состоянии. Поэтому каждое ваше утро будет начинаться со слов. Меня зовут Лика. Я ничего не помню. Это нормально. А потом уже начинаете последовательно отвечать на вопросы. Кто на меня напал? За что? Ну, вы считаете, это сейчас важно? Хорошо, допустим, вы вспомните кто, что это нам даст, что вы будете делать? Мстить? Наказывать? Это не вернет ваши воспоминания. Вы сказали, что вы следователь. Видимо, профессия наложила отпечаток. Да, давайте-ка мы с вами сейчас сконцентрируемся на главном. Постараемся возродить вашу память, чтобы вы могли скорее вернуться к полноценной жизни. Лика, вы будете приходить ко мне в клинику на сеансы нейротерапии. Мы с вами справимся. Это моя машина? Нет, родная, это моя. Мне кажется, я умею водить. Да, ты просто гонщик. Постойте! Постойте! Это знакомый человек? Нет, это чужой человек. Садись. Пожалуйста, пару минут. Сиди, я разберусь. Кто? Меня зовут Рита Рут. Я репортер «Место преступления». Вы можете ответить на пару вопросов? Нет. Я не к вам обращаюсь. Девушка, я сказал нет. Послушайте, правда, что в Москве появился маньяк? Где? Это он на вас напал? Где это случилось? Девушка. Ваши коллеги скрывают информацию от прессы. Девушка, если вы еще раз подойдете к моей жене… То что? Увидишь. Вам же на людей плевать. Лишь бы сенсация, да. У вас все в порядке? Да, дорогая, все хорошо. Поехали. Да. А давно мы женаты? Полгода. Почти. Пять месяцев. А мы были с тобой счастливы? Я очень. Надеюсь, ты тоже. А я не помню. Прости. Леонид. Леня. Это журналистка. Да. Она сказала, что мои коллеги отказываются общаться с ней. Потому что идет следствие. Тебе что-нибудь известно об этом? Нет. Они же мне не докладывают. Ну, тебя же должны были допросить. Они разыскивают того, кто на меня напал. Ну, не допрашивали. Если надо допросить, я готов. Милая моя, для меня сейчас самое важное — это твое здоровье. И мне наплевать на расследование, на работу твою и мою. Сейчас нет ничего важнее тебя. Я тебе обещаю, я сделаю все, чтобы ты поправилась. Я тебя люблю. Никогда тебя не оставлю. У тебя новый телефон. Твой старый просто украли вместе с сумкой, когда на тебя напали. Спасибо, что ты заботишься обо мне. Угу. Давай. Ужинать будешь? А где мои родители? Их не стало пять лет назад. Авария. А друзья? Подруги? Честно говоря, сложно сказать. Так у тебя знакомых много, а чтобы закадычные друзья. Авария. Мы хорошо общаемся с нашими соседями. Глеб, мы с ним вместе работаем. Коллега мой. А та не его жена. А как мы познакомились? Ты не помнишь? Ну, это великая история любви. Я сидел в баре, ждал человека, нужно было одну вещь передать. Папа попросил. И тут… И тут подошла… Ты. В общем… В тот вечер я сорвал сделку… Благодаря тебе. Ура. Продолжение следует... 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 Кроссовки чистые. Я пробежаться собираюсь. А я бегаю? Нет. Вроде нет. Что со мной случилось? Ты ударилась головой, у тебя потеря памяти. Мы надеемся, временная. Да. Чем я занимаюсь твоей профессией? Ты юрист. По образованию. Работаешь при МВД. Ну, так. Ладно, я пойду. Ничего серьезного. Старший следователь Беседина, занимавшийся серийными убийствами в Москве и нескольких других регионах, вчера была выписана из больницы после трехнедельного лечения. Как вы помните, майор Беседина получила серьезную травму головы при нападении неизвестного преступника. Более подробной информации мы получить не смогли. Сама Беседина от комментариев отказалась. Общество лишено достоверных сведений как о самом деле серийного убийцы, так и о людях, расследующих резонансные преступления. И это… Зачем ты наврал про мою работу? Ну, извини. Я не думал, что это так важно. Ты на больничном, и никто не знает, сколько вам продлится. Лика. Я старший следователь. Ты считаешь, что это не важно? Мне кажется, я занималась серьезным делом, а теперь я никто. Зачем ты меня обманываешь? Ну, твоя жизнь на этом не кончилась? У тебя же была не только работа, правильно? Мне еще был я, в конце концов. Я, как ты помнишь, обещал быть с тобой и в горе, и в радости. И я должен защищать тебя от внешних раздражающих факторов, от всего лишнего. Я хочу вернуться на работу. На какую работу, Лик? Ты хотя бы помнишь, чем ты занималась? Ты думаешь, ты вот в таком состоянии принесешь много пользы? Или, может, ты думаешь, тебя просто возьмут обратно и все? Лик, ты меня прости, но тебя, скорее всего, просто комиссуют и все. Слушай, тебе нужно просто сейчас следить за собой, за своим здоровьем. Давай я тебя отведу к врачу. Я хочу прогуляться. Сейчас я с тобой пойду. Не надо, я хочу побыть одна. Я с тобой пойду. Не надо за мной ходить. Лик, ты прости. Не надо за мной ходить. Я виноват. Звук事итель. Лика, Беседина? Вы кто? Что вам нужно? Ты чего? Я вас не знаю. Я Никонов, Паша. Мы вместе работаем. Ты не помнишь? Я не помню, я не уверена, что должна с вами разговаривать. Мы работаем в одном отделе, над одним делом сейчас. Хорошо, расскажите подробности, и тогда я поверю вам. Ну, ладно. Хорошо. Только перестань называть меня на войну. Совпадает. Я сегодня кое-что в интернете прочитала. Ну, знаешь ли, в интернете. Можно? Пожалуйста. Скажи, а это вот с головой у тебя что-то серьезное? Легкие проблемы с памятью. Временные. А я в больницу приезжал, так меня не пустили, и телефон не работает. Думал, Симка восстановит тебя, этот муж твой. Ну, нет. Вот я и приехал. Спасибо. А меня там ждут еще на работе? Ну, конечно, ждут. Я пока временно возглавляю следственную группу. У нас кое-что есть, правда, по мелочи. Но тебя все очень ждут. Тогда поехали. Ну, собственно, в этом месте тебя и нашли. Около восьми утра. Здесь тупиковая зона, жилых домов нет, никто не ходит. Кто меня нашел? Старшеклассники школы прогуливали. Надеялись, их тут не засекут. Ну, а здесь ты? Ну, хорошо, не сбежали. Вызвали скорую полицию. У тебя была черепно-мозговая травма, ушибы, гематомы по всему телу. Но это не признаки борьбы, скорее следы падения. А я... я упала здесь? Нет, вероятно, ты упала в другом месте. А сюда тебя просто перенесли и бросили. Надеялись, никто не найдет. Кровь была только твоя, никаких следов преступника. Сумки у тебя не было, мобильного телефона тоже. Машина стояла в квартале отсюда. Зачем ты сюда поперлась? Понятно. Понятия не имею. Слушай, а что ты сейчас фотографируешь? А, я понял. У тебя новая методика. Ассоциативное мышление развиваешь, воображение. Мне его тоже иногда образности не хватает. Вот вчера помню, а сегодня... Мне надо поговорить с нашим начальником. С Харитоновым? Наверное, он принимает решение. Во всяком случае, он так считает. Хочу вернуться к работе. Ну вот, Владимир Сергеевич, это наша Беседина. Лейка, это наш товарищ Харитонов. Ну, я думаю, Никонов, Беседина еще не забыла, как я выгляжу. Да и я вряд ли когда-нибудь забуду ее, так сказать, нежный образ. Ты уж прости, что мы так и не нашли того, кто на тебя покушался. Дело, так сказать, запутанное. Тем более, что нет никакой очевидной связи между нападавшим и нашим делом серийника, которая, между прочим, буксует. Владимир Сергеевич, я как раз об этом. Разрешите вернуться к обязанностям? Так быстро. А как ты себя чувствуешь? С каждым днем все лучше. Ты уже закрыла больничный? Еще нет, но я уверена, что меня скоро выпишут. Нет, нет, так не годится, исключено. У нас серьезная организация, все оформляется официально. Выздоровеешь, закроешь больничный, пройдешь медкомиссию, принесешь мне справочку со штампом годинг-службы. Вот тогда, пожалуйста, милости просите. Владимир Сергеевич, есть личный разговор, позволите? Лейка, ты можешь подождать снаружи? Иди. Лейка, ты можешь подождаться. Анжелика, я рад, что вы вернулись. Я как раз делаю более полное заключение, опираясь на новые данные. Не могли бы вы уточнить по четвертой жертве? Меня смущает орудие убийства. До этого наш серийник избегал морать руки, а тут вдруг решил воспользоваться банальным камнем. Я прошу вас сделать исключение из правил. Вернуть Беседину в группу, пусть и неофициально. Ей действительно сейчас это очень нужно. Да и восстановление пройдет быстрее. Мы обязаны ей помочь. Я уверен, она принесет пользу следствию. А раньше, Паша, ты иначе думал. Все бегал ко мне, доказывал, что Беседина не может быть руководителем. Что ей вообще в следствии не место. Что она эмоциональная, неуравновешенная женщина. Я надеюсь, это останется между нами. А рапорт ты тоже только нам с тобой написал? С подробным перечнем всех ее следственных недочетов. Об этой кляузе он весь отдел знает. Я думаю, что и она не забыла. Я вообще не понимаю, как вы можете сохранять нормальные рабочие отношения. Владимир Сергеевич, именно поэтому я осознал, что ошибался. Прошу лично под мою ответственность. А может, ты осознал, что не справляешься? И хочешь переложить на хрупкие плечи? Еще к тому же, не совсем здоровой женщины этот висяк. Молодец. Мужик. Если что-то пойдет не так, волю обоих. Что лыбишься? Своими погонами отвечаешь, Никонов. Иди, работай. Есть. Ты чего сбежал? Харитонов прав. Да все правы. Я бесполезна, я бесполезна, и проф непригодна. Я тебя опозорю перед всем отделом. Чего ты несешь? Я только что добился разрешения на твою работу. Паш, у меня очень плохо с памятью. Это я понял. Разберемся. Нет, я тебя обманула. Я обнуляюсь каждую полночь. Завтра уже не вспомню, что было сегодня. День с рука, короче. Твою мать. Да. Понятно. Поехали, у нас снова труп. Нет, нет. Отставить, раскисать. До полуночи еще далеко. Используем оставшееся время по максимуму. Поехали. Мужчина, предположительно, около 30 лет, скончался от ожогов. Был одет спецкомбинезон белого цвета. Судя по следам огня на почве, возгорание произошло в той стороне. Обнаружены обильные следы бензина. В виде горячего факела передвигался по территории, видимо, пытался сбить пламя. И после смерти его переместили сюда. Свидетели есть? Это заброшенная ветка, старая промзона. Маловероятно, что кто-то найдется. Тело алкаша обнаружил, и он пытался украсть рельсы, сдать на металлолом. Но мы задержали его на всякий случай. Спички. Спички? Странно. Поджигали жертвы точно не здесь. Собирай группу. Есть идея. В прошлый раз еще до твоей травмы. У тебя уже была версия с числами. Собирай группу. Отработаем все версии. Собирай группу. Собирай группу. Кстати, у меня была версия с Hunс했. Посоرым. Городом vida расст Tom guy. На самом деле, тыretажник. Мергия группу. Продолжение следует...